Здравствуйте, господин Игольников. Здравствуйте. Ну вот мы снова опять с вами встретились в Дмитрове во время тренировочных сборов юниорской сборной России по дзюдо. Сегодня мы с вами попробуем ответить, точнее вы попробуйте ответить на ряд вопросов. Они, конечно, касаются соревновательного дзюдо, но с другой стороны, если рассматривать дзюдо как с точки зрения философии или образа жизни, то можно отнести, наверное, к этой категории. То есть ничего, что связано с соревнованиями, все, что касается просто общей жизненной позиции вашей на эти вопросы. Кстати, в предисловии хочу сказать, что сегодняшняя наша беседа, она проходит в год-столетие дзюдо в России. Для вас как такая информация, потому что ровно сто лет назад, в 1914 году, господин Ощепков впервые показал гражданам Российской империи, что такое дзюдо. Это было во Владивостоке. Итак, Михаил, где бы вы хотели жить? В Топсе, в своем городе. Что такое для вас наивысшее счастье? Ну, наверное, то, что все, чего хотел, этого добился. И есть все то, в чем нуждался. Вот, в общем, это. Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождения? Ну, если не совсем понятен вопрос, могу как бы по-другому его сформулировать. То есть, какие ошибки для вас, которые вы не могли бы простить-то в таком духе? Ну, наверное, такое грубо предательство. Или наоборот, наоборот, наверное. Нет, наибольшем снисхождении, это, наверное, ну, то есть, как бы ошибки, за которые, ну, можно, ну, так их пропустить. Когда у человека, например, неважно, что он сделал, это впервые, по случайности, либо не по осторожности, по незнанию. То есть, когда человек не планировал, что так все плохо выйдет, например, можно с ним пообщаться, это все обговорить, решить все нюансы, прийти конкретно к чему-то. В вашей жизни были такие случаи? Да, как бы, ну, встречались такие моменты. Ваши любимые литературные герои? Наверное, ну, их несколько, наверное, даже. Ну, можно назвать. Один из них это Эрас Фондорин. Это из книг Бориса Акунина, там, я там прочитал несколько книг, там, сейчас читаю, последнюю, которая вышла. Вот, и, наверное, еще, как первый персонаж, это Остап Бендер из «Двенадцать стульев», там, «Зортое зеленое». Ваш любимый исторический персонаж? Тяжелый вопрос, как бы, я увлекаюсь историей. Ну, на сегодняшний момент, если взять вот это, наше сегодняшнее... Тяжелый вопрос, не могу так сказать, кем я прям восхищаюсь. Вот, ну, есть, например, есть 10 каких-то полководцев или, например, деятелей каких-то, нет конкретно одного. А ваш любимый художник? Ну, тоже не скажу, потому что как-то живописью сильно... То есть не увлекаетесь? Не увлекаясь, ну... Не интересуетесь, как бы, вот этим разделом, да? Чуть-чуть, да. А музыкант? Музыкант? Ну, так сказать, как бы, каждый год он меняется, там, каждое время. Ну, вот, последний, например, музыкант, которому конкретно можно послушать все песни. Вот это вот, ну, буквально на этом сборе как раз, почти всей команды. Такой есть афроамериканец, Love Deep T. Вот, там у него, Casablanca, там... То есть на сегодняшний день можно отнести его к разряду ваш любимый музыкант? Ну, да, один любимый. Какое качество вы особенно цените мужчине? Ну, наверное, все-таки мужественность. То есть это он должен быть и смелый, и храбрый. То есть, ну, не должен быть трусливым никогда. А в женщине? В женщине, ну, все, что можно отнести, вот, к свойствам женщины, то есть, там, то, что она будет, там, например, ну, не такая грубая, как мужчина, например, более мягче, нежность, там, мягкость. Какие из человеческих добродетелей для вас наиболее привлекательны? Ну, тоже, не знаю, не задумывался никогда, конечно, по этому поводу. Ну, все люди, которые вот в моем окружении есть, те, которые я вижу, что они помогают, эти люди для меня, как бы, те, которые помогают. А ваше любимое занятие? Мое любимое занятие? По-разному тоже зависит от настроения. Иногда можно книжку почитать, иногда можно в компьютер поиграть, музыку послушать, там, поспать. Это в зависимости только от настроения нет конкретно того, что... Ну, естественно, помимо спорта, если относительно... Помимо тюдо. Помимо тюдо, да. Вот, помимо, там, ну, не только тюдо, других тренировок, которые к этому дополняют. То все зависит от настроения, только от этого. А кем из известных вам людей вы бы хотели быть? Ну, если можно так вот... Ну... Если такое возможно вообще. Я, так сказать, хотелось бы, конечно, иметь, например, борьбу, как у японских, там, зудаистов, иметь там... Не, а конкретно к человеку, кому из известных людей, кем бы вот из известных вам людей на сегодняшний день вы бы хотели быть? Или, ну, то есть, есть такие или нет таких? Нет, ну, тогда скажу, скорее всего, что нет таких. Хотелось бы, конечно, оставаться самим собой и саму проявить, как бы, себя как личность. А главная черта вашего характера? Наверное, можно так сказать, как дипломатия. Ну, то есть, ну, с любым человеком, в основном, всегда нахожу любой язык. Что вы больше всего цените в друзьях? Ну, думаю, как все обычные люди, преданность. То, что если друзья будут преданными, будут помогать всегда, ну, никогда не будут, там, наоборот, делать подлянки какие-то, то будет самый лучший друг, который... Который именно дружит, там, не за деньги, не за что-то еще, там, не за выгоду, а просто, как, вот, есть человек и есть человек, и только поэтому он с ним дружит. Ваш главный недостаток? Тоже, наверное, доброта. Да, и некоторые люди пользуются, ну, они, как бы, пользуются моей добротой, они считают ее, как за слабость, и очень много раз, вот, в последнее время тоже замечал, то есть, люди иногда, вот, ну, даже не совсем порядочные, они, как бы, пользуются именно этой добротой. А какая ваша мечта о счастье? Ну, знаешь, уже вот, как сказал, мечта такая, чтобы все было, всего, чего хотел, того добился, ну, и никогда особо ни в чем не нуждался. А что было бы для вас самым большим несчастьем? Ну, наверное, потеря близких, родных, вот, там, может быть, уход из спорта, если так, может, какая-нибудь нелепая, серьезная травма. Каким вам хотелось бы себя видеть? Ну, на сегодняшний день, это, опять-таки, мы вот все рассматриваем, как именно, не на взгляд, а в будущее, да? На сегодняшний день? Да, каким вы хотелось бы себя видеть? Ну, в принципе, я на сегодняшний день, ну, все, что получилось сегодня, в принципе, нет ничего такого, чтобы я сказал, вот этого мне не хватает еще. Конечно, там, если брать по спорту, то там много чего, много доработок, много чего не хватает, потому что надо все время улучшать, улучшать, улучшать. В плане как-то личности, ну, конечно, еще молодой, как бы, еще где-то неопытный в каких-то делах, и хотелось бы, конечно, побольше знаний набраться, побольше жизненного опыта. Ваш любимый цвет? Ну, зеленый. Ваш любимый цветок? Цветок? Сейчас я чуть-чуть подумаю, скажу вам, ну, наверное, наверное, можно сказать, что, наверное, бамбук. Ваша любимая птица? Птица. Ну, орел. Любимые поэты? Лермонтов, Есенин, в основном вот эти два, пока только просто их прошел, пока еще дальше не загублялся. Любимый герой в реальной жизни, если такие есть у вас. Нет, тяжело сказать, могу сказать, там, вот этот человек, ну, да, вот, как, на ваш взгляд, человек, вы можете назвать какого-то человека, который реально, вы думаете, что это он герой? Ну, вижу человека, например, например, если брать из таких известных людей, например. Это ваше решение? Ну, могу сказать, то, что да, они хорошо сделали, там, они молодцы. А назвать можете? Ну, наверное, герой на сегодняшний день, это, наверное, мой тренер. Любимые имена? Ну, можете, там, парочку мужских, женских, если есть такие. Любимые имена, ну, наверное, Лилия, Мурат, ну, Мурат или Марат, вот. А что вы больше всего ненавидите? Ну, наверное, это конкретно из чего, если вот просто в общей форме, из каких-то качеств человеческих или... Вообще, ну, вот мы не берем, просто вот больше всего ненавидите, это означает, что это может быть выбрано отовсюду. Ну, больше всего ненавижу, когда дела идут не так, как хотелось, идут наперекосяк. А какие исторические персонажи, исторические, вызывают у вас презрение? Есть ли такие? Те персонажи, которые не смогли, но и делали. А вот кого-то назвать? Нет, я имею в виду презрение, именно презрение. Конкретно, если начинать, то это можно начинать от Леонида из Парты. То и заканчивая, там, теми людьми, которые сражались во Второй мировой войне. То есть, это большое количество тех, кто сражались так же. И много кавказских, например... Нет, смотри, Михаил, именно которые презрение. То есть, не которыми вы восхищаетесь. А, которые... Которыми вы, можно сказать, не восхищаетесь. То есть, презрение. Вы никогда бы, ни за что бы с ними не общались бы. То есть, вот именно эти персонажи... Как вы думаете, именно эти персонажи, которые... Есть ли такие, как для вас на сегодняшний день? Ну да, но, честно говоря, это исторические персонажи. Да, исторические. Ну, наверное, несколько из князей еще в Киевской Руси. А какое военное событие, по вашему мнению, на сегодняшний день достойно наибольшего восхищения? Ну, мне кажется, вот, великодечная война. А дар, которым вам хотелось бы обладать? Ну, наверное... Наверное, летать. Состояние духа в настоящий момент. Отлично. Ваш девиз. Не за рэппися будешь первым. Спасибо большое. Ну, вот мы по возможности решили наши задачи, да, ответили на вопросы. От себя лично я хочу пожелать вам успехов. И надеюсь встретиться с вами еще через несколько лет. И мы попробуем снова задать вам эти же вопросы. И посмотрим, насколько изменилась ваша точка зрения на те или иные вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.